Я хочу вам сказать следующее. Это, конечно, очень хорошо, что здесь некому было до того, как я пришел, как бы, начать говорить правду. Вот, и вся эта ваша... Нет, подождите, ну это ведь так. Мы сошлились, Сергей. Да, и вся эта ваша дискуссия, дискуссия, а в народе болтовня, свелась с тому, что ой, как хорошо, что мы повысим на 10% в этом году пенсии и зарплаты. Слушайте, а есть вообще пенсия и зарплата? Такое понятие в этой стране. И разве вице-премьер, замминистра финансов не знает, что мы давно находимся вне системы координат Организации Объединенных Наций, что касается доходов граждан? Ни в одной стране мира, ни в одной стране мира нету такого низкого уровня дохода граждан. Люди не могут выживать. Подождите, подождите. Так, пожалуйста, закройте рот и послушайте, что я скажу. Так вот, я хочу следующее. Пенсии в этой стране нету. Это не пенсия. Тысяча гривен не пенсия. Две тысячи гривен не пенсия. Не мог за 25 лет, за 60 лет, простой обычный человек, бабушка-дедушка, заработать две тысячи гривен, построив фабрики, заводы, построить дороги. Это первое. Второе. Мы сегодня строим таким образом пенсионную систему и страну строим таким образом, что вот эти дети, эти дети не будут иметь пенсии. Сергей, я сейчас немного поумерю ваш пыл. Вы ошибаетесь, если думаете, что люди не обвиняют своих низких зарплаток и пенсиях, и вас в том числе. Я раздражаю то, что эта тема сейчас обсуждается в таком тоне. Понимаете? Меня раздражает то, что эта тема сейчас обсуждается в таком тоне, как будто все спокойно. Да не спокойно. Люди умеряют от голода. Люди приходят в мои приемные и плачут. Люди пишут по 500, по 600 писем в день. В день. Это простые обычные пенсионеры. Душа и сердце болит за этих несчастных людей. Что вы конкретно, как Сергей Каплин, сделали для изменения этой ситуации? Я предлагаю. Я предлагаю. Назначить немедленно досрочные выборы. Стоп. Пусть Владимир Гройсман идет на выборы и получает мандат доверия людей. У него сегодня, он на самом деле, этот несчастный пример, заложник ситуации, когда Народный фронт в Верховном Совете шантазирует разными законами, разными законами. Досрочные выборы. И он не имеет коалиции. Следующее. Дайте я закончу. Дорогие граждане, потерпите, пожалуйста, у вас заберут 1 миллиард гривен на досрочные выборы по рецепту Сергея Каплина, а пенсии вам потом подойдут, может быть. Это сказано Сергеем Каплиным, извините. Я гарантирую, в первый месяц после выборов верну 20. 20. 1 к 21. Нормально? Нормально. Спасибо. Дальше. Я скажу сразу о земле. О земле скажу сразу. Слушайте, какой цинизм был там позавчера, когда мы принимали это решение? Просто оголтелый цинизм. Почему вы не приняли решение о том, чтобы отменить мораторий? Ведь по одной простой причине. Вы не договорились, как вы ее разделите после того, как отберете у простых граждан. И поэтому приняли такое решение. Я считаю, что пришло время действительно для внеочередных выборов. Нам нужна реальная перезагрузка. И в результате этой перезагрузки этот мораторий должен быть принят. Несмотря на то, что хочет Международный валютный фонд. Принят. Бессрочно. Землю крестьянам, фабрики рабочим.